Юристы, программисты и математики Казанского Федерального занялись разработкой робота-юриста. Но выглядеть он будет не как робот в нашем понимании, а как некая компьютерная программа. Проект назвали «Искусственный интеллект в юриспруденции». Задачу для ученых поставил ректор университета Ильшат Гафуров. Возникла идея создать междисциплинарный проект, в котором примут участие сразу несколько специалистов из разных областей. Мы верим в то, что основным преимуществом Казанского Федерального университета является то, что это классический университет. У нас здесь присутствуют практически все направления исследований. Именно на стыках, на неожиданных, зачастую стыках, таких как, например, юриспруденция информационной технологии, мы можем обеспечить некий рывок вперед. Основная сложность междисциплинарных проектов состоит в том, чтобы понимать профессиональный язык друг друга. Специалисты ИТИСа говорят на инженерном языке, который не всегда понятен судьям и коллегам из юридической практики. И наоборот, инженерам, которые занимаются разработкой проекта, не всегда понятна область юриспруденции. Тем не менее, мы достаточно хорошо продвинулись, у нас есть уже первые прототипы, у нас есть понимание того, что мы хотим получить в результате, у нас есть готовые наработки, которым уже два года. Мы видим, этот проект достаточно интересен как для себя с точки зрения информационных технологий, так и я знаю, что со стороны коллег на юридическом факультете есть очень большой интерес к его реализации. У нас запланирован целый ряд публикаций и, собственно, платформа рабочая. Система на основании имеющихся данных должна будет выдавать возможный вариант решения судье. Необходимо будет задать вопрос системе и с помощью своей базы знаний она сможет дать ответ. Если брать пример из реальной жизни, если у вас там, допустим, что-то сломалось, стиральная машина сломалась, вы что делать? Вы берете трубку, начинаете там звонить в техподдержку, к вам, дай бог, через неделю придет мастер там в лучшем случае, и вам все починят. А здесь вы можете зайти на веб-сайт или даже в ваш любимый телеграм, написать запрос, где опишите свою проблему, и система уже автоматически, используя свою базу знаний, наработку того, что уже мастера работали, даст вам определенный ответ и рекомендации, что делать. То есть это вот, что говоря, то, как работает тот прототип, который мы сделали. Проект пока находится на начальной стадии, ведь к его реализации приступили только месяц назад, но он уже активно воплощается в жизнь. На данный момент мы заняты тем, что разрабатываем прототип интерфейса рабочего кабинета юриста, судьи. Для этого мы очень тесно работаем с представителями арбитражного суда Республики Татарстан. Предполагается, что искусственный интеллект сможет сократить количество фактов проявления коррупции. Принятие нелогичных решений станет заметным и сможет быть проще оспорено в судах высшей инстанции. А значит, количество судебных ошибок может уменьшиться. Надеется найти свое применение в арбитражных судах, работе следователей, судей и адвокатов. В конечном счете правильнее сегодня, конечно же, говорить не о замещении, как многие стали понимать, не о замещении личности судьи, личности адвоката в судебном процессе или в целом в правоприменительной практике, а скорее речь идет о создании экспертных систем поддержки правоприменительных решений. В работе юристов есть некоторые сложности, которые можно преодолеть, используя информационные технологии. Конечно, никто не собирается передавать власть в руки машины. Решения должен принимать сам человек. Но система позволит упростить процедуру принятия справедливого решения. Анна Глузнова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.